Снаружи почти все готово, внутри самый разгар строительно-монтажных работ. Новое здание Республиканского театра кукол обрело законченный внешний вид. Все основные работы сейчас переместились внутрь. Дата открытия известна. Кукольный театр распахнет свои двери для самых маленьких зрителей в начале сентября. Сердце и душа города – Патриаршая площадь. Теперь именно здесь проводятся культурные городские праздники и самые значимые события столицы. Совсем скоро количество проводимых мероприятий для горожан пополнится постановками спектаклей театра «Кукол на открытом воздухе». О своих планах на предстоящий сезон руководство театра рассказало впервые. У нас будет постановка новая в начале сентября для малышей по мотивам русской народной сказки. И, конечно, хотелось бы перенести вечерние спектакли. У них у нас есть несколько номинований. Один из них – «Кот в сапогах» или «Жак, его слуга» или «Как стать людоедом» – мы намерены сыграть в августе прямо здесь, на ступеньках. Мы играли его на улице, в ночь музеев. Спектакль не для маленьких детей, а для взрослого зрителя. Мечта такая здесь в начале, перед первым сентября, когда будет открытие, сделать детский праздник города. Ну и детей из республики, если кто сюда приедет, чтобы мы здесь могли познакомить и детям показать. И сами были бы готовы с таким настроением войти в новое здание. В проекте нового театра учтено все. Два этажа, цоколи, мансарда. Театральная сцена площадью 230 квадратных метров. Зрительный зал на 300 посадочных мест. Плюс к этому просторное фойе, вестибюль, детское кафе, 4 склада, общей площадью 150 квадратных метров. Штукатуры, электрики, кровельщики, сантехники. Ежедневно с 8 утра и до 5 вечера, а также в субботу на этой стройке работает 130 человек. Уже сделана пароизоляция полов, керамзитно-бетонная стяжка, проложены инженерные коммуникации. Сейчас в вестибюле и в фойе натягиваются потолки. Кроме этого, активно ведутся кровельные и вентиляционные работы. На 90% выполнены штукатурные работы, на 50% выполнены облицовочные дела. И начинаем сейчас работать по заливке полов. Поэтому работы еще предстоит сделать много. Работа еще у нас намечается. Поэтому мы сейчас все свои усилия, все свои силы прикладываем к тому, чтобы те задачи, которые у нас стоят, сдать к 1 сентября. Эти задачи выполнить всродно. Фундаментальные и снаружи, и внутри. Величественное здание под стать будущим новоселом. Этот городской объект, невольно приковывающий взгляд, уже сейчас называют одним из новых символов театральной шкаралы. Внешний облик театра напоминает баварский замок Нойшванштайн с башенками, стрельчатыми окнами и остроконечными крышами. В республике это стратегический вопрос, потому что надо его достраивать и намерены мы сдать его к 1 сентября. Работы, конечно, очень много. Необходимы финансовые большие ресурсы. Но правительство их изыщет для того, чтобы завершить этот объект, чтобы не воплощать его в долгострой. И я думаю, что в сентябре все жители республики увидят прекрасный подарок. Для этого мы и трудимся. Сегодня в репертуаре театра «Кукол» более 40 спектаклей, а в труппе трудится 90 человек. Каждый из них, будь это творческий коллектив, или работники сцены ждут новоселья. Переезд в новое здание не только позволит расширить творческий потенциал артистов, пополнить репертуар театра, но и в целом сделать богаче культурный мир республики. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.